Когда идет злое влияние судьбы, то нужна молитва. Это главное, что перещелкивает время с одной стадии на другую. Допустим, страна находится в предвоенной ситуации, допустим. Нужна молитва. Это главное, что может помочь, потому что время смягчается. И причем вы скажете, ну кто будет молиться там, сколько нас человек. Достаточно несколько десятков человек, когда молятся, и во всей стране происходят изменения. Это очень сильно работает. Очень сильно работает. Поэтому вы знаете, что вы являетесь источником, каждый из вас имеет свободу выбора, является источником силы, смягчающей ситуацию в мире. Особенно если касается вашей страны, вашей семьи и так далее. Я не могу устроиться на работу. Это препятствие преодолевается молитвой. Сначала в сердце страх, я буду безработной. Это объем работы просто. Начинайте слушать голос тех, кто молится. Входите с ними в резонанс, на их чистоту, в их волну. То есть входите в пространство жизни, где живет Бог, а не ваша судьба. Забыли про свою работу, начали думать о молитве. Когда вспоминаете о работе после молитвы, уже легче в сердце стало. А потом вообще хорошо в сердце, значит я устроюсь на работу. С этого момента у меня чувство собственного достоинства сразу крепнет. Я становлюсь сильным. Следующая стадия влияния. Я до этого приходил к работодателям и... А теперь я прихожу и спокойно разговариваю с ними. Вторая стадия победы на цели. Я, когда был студентом, всегда боялся преподавать. Мне всегда стали ниже, на отметку ниже. Все выучу хорошо, прихожу, начинаю с преподавателями общаться. Я чувствую, я теряю себя. Начинаю бояться чего-то. И они мне ставят на отметку... Начинают меня заваливать. На отметку ниже мне ставят и все прочее. Такая ситуация была. И когда я защищал диссертацию, то я знал, что так будет. Знал, что так будет. Я начал молиться. Молился, молился. У меня появилось сердце спокойствия. Что все будет хорошо. А на следующей стадии молитвы я почувствовал, что я могу с ними так общаться, что они не будут меня заваливать. И так произошло. Очень доброжелательная такая была атмосфера добрая. Я чувствовал себя хорошо. И когда я в конце уже почувствовал, уже все начали говорить, ну, отлично, все классно. В этот момент я думал, блин, ну какой я великий. Вообще. Ну, все предвидел, ну, все определил как надо. Ну, все сделал классно. И в этот самый момент меня начали заваливать. Потрясающе. То, как человек начинает гордиться собой, сразу все меняется. Энергетика, атмосфера сразу меняется в этом мире. И это касается всего, понимаете. У меня была такая ситуация, я обучал человека одного молитве, у нас было мало времени совместно, очень мало времени, и у нас было всего 20 минут, и начинался дождь. И я в это время мы молились, я как бы настраивал его на звук, и в дождь, и все, это значит, сейчас все закончится там, ну, то есть человек бы не выдержал, я бы выдержал, но он бы не выдержал дождя. Болезненный человек. И я такой, через звук, вот начинаю чувствовать звук, звук усиливаюсь, чувствую ветер пошел, холод, и все, сейчас начало капать уже, я думаю, сейчас ливень будет. И такой, через звук чувствую, настраиваюсь на звук. Нам сейчас не нужен ливень, пожалуйста, ну, нам не нужен ливень. Я не то, что давил там на те силы, которые должны ливень, я даже, понимаете, многие люди не знают, что это все связано с сознанием, оказывается. Вот я вам сейчас это объясню, как это было. Я просто нашел вот то сознание, которое дождь вызывает, и так нам не надо сейчас, пожалуйста, чуть попозже, еще немного нам доделать надо, вот это очень важное занятие. И представляете, там раз, я смотрю так, легался резко, ветер стихает, и все, нет дождя, перестало капать. проходит пять минут, слушайте, как это было. Опять ветер усиливается, и опять, как бы, будто там кто-то хочет дождь сделать, такое, как будто желание такое сильное, увеличивается желание, а я сдерживаю это желание. И я опять, ну, еще немного, еще опять, опять так то же самое, и опять ветер прекращается, и опять, ну, как бы, дождя нет, все спокойно. И так, каждые пять минут, все двадцать минут, четыре раза это повторялось. Вот. И когда мы уже закончили молитву, я такой, мы закончили, и в этот момент, и пошло. Прямо сразу сильный дождь пошел. Видите, даже силы природы, они понимают, что такое доброта. Если ты по-доброму, как бы, ты молишься, если ты, как бы, с Богом обращаешься к ним, даже они готовы отодвинуть там свои события. Даже силы природы это готовы сделать, не то, что человек и так далее. Понимаете, то есть, все в этом мире подчиняется вот этой силы любви или силы доброты, чистоты, и этого именно нам в жизни очень сильно не хватает. Особенно, когда время разрушает связи между странами, между людьми, рушатся отношения, появляются убитые люди, которых, как бы, всю жизнь, ты, как бы, воспитывал сына, его раз убили. За что убили, непонятно. Появляется в сердце боль, страшная сила, негодование, протест и так далее. То есть, нагнетается обстановка. И когда люди начинают учиться любить, ну, это не отменяет выполнение долга, то есть, не отменяют, что надо защищать Родину, это не отменяет. Но я говорю об общей атмосфере, что если люди начинают любить, то что происходит? Смягчение ситуации. Редактор субтитров А.Семкин,